Потихоньку уходит мое поколение. Юлечка Борисова осталась тоже уже за 90 лет, уж тоже за 90. И мы, глядишь, подбираемся куда-то рядышком близко. Торжественный вечер, посвященный 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, прошел в Доме культуры имени Валерия Чкалова. Перед выступлением народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии Василия Ланового, с праздником поздравили руководителя района. Прошло 75 лет. И в тот момент ни морозы, ни техническое, ни численное превосходство фашистских захватчиков не смогло сломить самое главное, что есть у нашего народа. Это единение его духа. В 41-м году под Москвой не танки Гудыряна завязли. Они просто натолкнулись на героизм, самоотверженность и подвиг нашего народа. Зал был полон. По-особому тепло принимали любимого актера Василия Ланового. Его знают все. Знают по фильмам «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «17 мгновений весны», «Анна и командор», «Дни турбины» и еще по очень и очень многим фильмам, вошедшим в золотой фонд нашего кинематографа. Он любимец публики и как театральный актер, и как великолепный исполнитель стихов, которые тоже известны всем, кто любит великую русскую литературу. Василий Семенович – очень уважаемый общественный деятель. Вечер продолжался более двух часов. Лановой читал стихи, рассказывал о своей жизни, а пережитом Василию Семеновичу совсем скоро исполнится 83. Я пожелал бы представителям того поколения, нашим дедам и отцам, вот как можно дольше прожить, потому что пока они существуют, никаких грязных дел не может быть рядом с ними, потому что они святые все, понимаете? И вот я хочу, чтобы Боженька улыбнулась ими держала как можно дольше их на свете. Василий Ладовой, безусловно, говорил о таких людях, как Виктор Чапуров, участник Великой Отечественной войны, народный учитель России. Я прожил эту самую войну. Я прошел и тыл, и фронт. То есть, когда началась война, мне было 15 лет. Папу и маму и трех браков забрали на фронт. Я остался один с мамой, девчонками под шестерами, младшими братишками, и пошел работать на завод. И работу три года. Я хочу, чтобы мы вновь вспомнили песню из фильма «Офицеры». От героев былых времен не осталось порой имен. Андрей Цехадович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...